Со слов благодарности началось очередное заседание городской думы. За оказанное внимание и сотрудничество представители филиала Удумуртского университета поблагодарили депутатов и главу города Сергея Бурдыгина. Несмотря на то, что вопросы, которые депутаты рассматривают на заседаниях думы, достаточно серьезные, времени на принятие по ним решений затрачивается относительно немного. Дело в том, что основная работа проводится на заседаниях думских комиссий. На этих комиссиях детально и подробно разбирается каждый вопрос, задаются вопросы, принимаются, отклоняются, уточнения происходят. И поэтому уже на само заседание выносится практически готовое решение, за которое надо проголосовать. Мы стараемся работать и депутаты, и администрация города, конечно, в таком режиме поиска пути решения проблем, характерных для нашего города. И, конечно, очень активно мы работаем на совместном заседании комиссии, когда задаются вопросы докладчикам, когда обозначаются проблемные моменты, когда высказываются две, иногда три точки зрения. Один из вопросов, которые рассмотрели депутаты на очередном заседании, касался изменений городского бюджета. В этом году Губкинскому из округа были выделены дополнительные средства в размере 62 миллионов рублей. Эти деньги направили на решение приоритетных вопросов в социальной сфере и образовании. Они связаны и с экономией по уже проведенным торгам, по тем работам, которые мы будем проводить в летний период. И основная сумма поступила у нас из бюджета округа на строительство пятой школы. Глава города Сергей Бурдыгин добавил, что работы по строительству пятой школы ведутся по графику. Также на заседании депутаты внесли изменения в решение городской думы по вопросу предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории Губкинского. Согласование земляных работ осуществляется производителем работ с правообладателями земельных участков, на территории которых планируется осуществление земляных работ, а также с владельцами сооружений или коммуникаций, расположенных в границах указанных участков. Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании городской думы, касался освобождения предприятия «Автодорсервис» от перечислений части прибыли в бюджет города. Считаем целесообразно. Пункт 1. Решение городской думы изложить в следующей редакции. Первое. Освободить муниципальное унитарное предприятие «Автодорсервис» от перечисления в бюджет части прибыли, полученной по итогам работы за 2016 год и оставшейся после уплаты налогов в размере 3 млн 464 тыс. 500 рублей в связи с инвестированием, полученной предприятием прибыли в основные средства. Эти средства предприятие «Автодорсервис» планирует затратить на приобретение снегоуборочной техники. В конце заседания председатель городской думы Тамара Полякова отметила, что все принятые депутатами решения способствуют развитию Губкинского. Следующее заседание городской думы планируется провести 28 сентября. Наталья Рябинина, Олег Семагин, Новости Губкинского.